Всем привет, с вами Жора, и сегодня я буду готовить блинчики. У нас неделя блинов-масленица. В общем, мне будет помогать моя мама. Всем привет! Перейдём уже к столику, где все ингредиенты подготовлены. Сейчас я вам покажу, что тут надо. Нам понадобится молоко, 2 яйца, 2 столовых ложки растительного масла, оно вот в рюмочке у нас, соль, мука, и вот тут вот мы будем всё перемешивать. Вот здесь. А, и сахар ещё. Ещё сахар. В общем, разбиваем 2 яйца. Я, как всегда, это делаю аккуратно. О-о-о! Да-а-а! Когда вы будете разбивать яйца, делайте это не как я, а аккуратнее. Что делаем дальше? Берём соль. Вот так пойдёт? Пойдёт. Сахар. А, сколько сахара? Ну, столовая ложка сахара. Не подготовили. Столовая ложка. Одну. Да. Всё, перемешивай? Да. Вот этим сразу, может? Да? Не возьми, давай. Так. Добавляйте теперь 2 стакана молока. Вот такие, да? Да. Что, выливать? Выливай. Что, перемешивай? Перемешивай. Возьми лучше вилочку пока. Сыпь туда муку. А, то есть сначала мы не выливаем. Нет, сначала бери муку. Так, муки у нас 1,5 стакана. Да. Кому интересно? Бери сразу вилочку и одновременно тонкой струйкой выливай и мешай. Тонкой струйкой. Тонкой струйкой. Иначе, ну, молодец. Теперь вымешивай. Да, однородная масса. Взбивай. В принципе, однородная. Что мы делаем сейчас с вот этим вот получившимся составом, вот этой массой теста? Нужно дать отдохнуть тесту 15 минут. Зачем? Ну, чтобы оно отдохнуло, чтобы соединили все ингредиенты. На 15 минут оставляем его обувь, просто отдохнуть. Для соединения всех ингредиентов. Можно его и накрыть полотенцем. Вот полотенцем. Я его накрою? Нет. Что? А, полотенцем? Полотенцем, да. Венчик убирай. Тай хачку. Да зачем все венчик как-то? Да, все. Все, 15 минут ждем. Ждем 15 минут. У нас прошло 15 минут, сейчас будем продолжать. Для начала включим печку. Так. На полную. Теперь мы достаем наш смесь, передаем маме камеру. Мама подходит поближе. Добавляем подсолнечное масло и перемешиваем. Да. Ну, хватит, хватит уже мешать. Убирай, убирай, венчик. Обязательно заливаем все водой, чтобы оно потом у нас не застыло и чтобы легче было отмывать, правильно? Правильно. Далее, в программе, что мы делаем? Сковородка у нас нагрелась. Не повторяйте это. Да. Ну, да, 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 нагрелась. Доставай масло. Достаем сливочное масло, похоже на брынзу. Так, и теперь вымазываем сковородку, да? Обмазываем. Чего тарелочку не взял, куда ты будешь складывать? Что складывать? Ну, масло это с вилкой. Смазывай сковородку. Так, все, смазываем. Не занимаемся фигней. И по краям обязательно смазывайте. Передаю маме, в общем-то, работу на плите. Мама не хочет, чтобы я ее снимал, а точнее не хочет, чтобы вы увидели ее лицо, поэтому обойдемся руками. Покажи руки. Первый блин поехал. Сейчас на яичницу похоже. Ну, смотря какие, кто любит блины, кто любит пожаристые, потемнее, кто любит белые. Это уже на вкус. Главное, чтобы не пригорелые получились и вкусные. Во, вот это похоже на блин в плане окраски. На яичницу не похоже? Нет, на яичницу это старно было похоже. У нас такая модная плита, что она автоматически включается и выключается, чтобы не случился пожар. Да? Ну, автоматически, короче, включается и выключается плита. Таких плит не бывает же. Так как не бывает, если вот она включается и выключается. Она сама не включается, ее надо включить. Ну, в плане того, что ты ее вот включаешь, и она включается и выключается потом. Автоматически, это когда сама она такая, ты такая вот так щелкнула, она включилась. Меня никто не понимает. Первый блинчик готов. Ну, и совсем не комом. Так это потому, что ты готовил. Сковородка горит, давай быстрее. Сковородка горит. Так, в общем, мой первый блин. Здесь надо все делать быстро, половину. Это много ты набрал. А как, вот так вот? Ну, давай, еще отлей. Сковородка сейчас будет гореть. А-а-а! Блин будет черный. Вот так, вот так вот. Сковородку в руки. Вот так пойдет? Пойдет. Руку бери. Что, выливай? Что, его вот так вот делай? Давай, давай, быстро это надо, быстро. Все, вставь. Господи. Не трогай. Не трогай. Я хочу, чтобы мой первый блин получился очень... Красивый. Но по форме этого не скажешь. Здесь не трогай. А вот здесь? Ну, зачем? Его не надо трогать. А вот тут? И тут не надо. Быстрее, раз, иначе порывай. О, все. Не трогай его. Да что ж такое? Кофе не поджаривается. Посмотри. Переверни, посмотри, сколько. Пойдет? Ну, пойдет. Похоже на лаваш. Можно сразу со сковородкой. Все, миссия он комплитит. Так, дальше. Что ж такое? Так. Делается в одной руке сковородка, в другой руке... Ну-ка, отойди подальше, чтобы... Ты много теста. Чтобы были видны мои эмоции. Поменьше чуть теста, тогда глины будут тоненькие. Так, сейчас я выливаю и вот так вот, да? Быстро давай. Раз, два, три. Чтобы дырак не было. О, все. Иди посмотри, что хочется. Не трогайся, пусть хватится. Пока поджаривается, возьми сливочное масло и смажь блины. Сливочное масло пока горячее. Но они вкуснее, нежнее будут. Что, этот уже, наверное, переворачивает, да? Все, переворачивает, да? В блинах самое главное, это... Это спешка. Это быстро. Не спешка, надо просто делать... А где нужна спешка? Не знаю. Перевор для... Блох. Ну, вот, видишь, чуть-чуть поджарился. Надо было раньше перевернуть чуть-чуть. Ну, первый опыт. Не надо так делать, Север. А почему нельзя так? Ну, потому что... Я боюсь, что он у меня сухой получится, а не получится? Ну, ты его смажешь сверху маслом потом. Меньше трогай лопаткой. А руками? Ну, за что ты делаешь сейчас? Ну, я могу, все лучше. Можешь. Опять. Раз, два, три. Стой. Вот, уже, вот с третьего раза начинает получаться. Смазывай, чтобы маслом смазывай. Так, это что значит? Что не все так просто. Из первого раза у вас в жизни ничего получаться не будет. К этому нужно идти. Положи их, пожалуйста, красиво, чтобы они на дружке лежали. Ты со мной согласна с моими высказываниями? Угу. Потому что сразу все не бывает. Вот, у меня только с третьей попытки стало получаться более-менее. Толстый у тебя блин получился. Потому что надо половинку, половинка, а ты больше насыпаешь. Он толстый, он просто по бокам еще чуть-чуть. Ну, короче, да, толстый. Толстый, да. Да. Все, переворачивай. Переворачивай. Не надо его хлопать по блину. Ну, я типа такой, эх, дружеские хлопки по плечу только по блину. Белый. Та ё-моё. Мне не нравится, Жора, как ты. Что не нравится? Как я готовлю блины? Давай, смазывай. Что тебе не нравится? Давай, смазывай. Что тебе не нравится? Сковородка не должна стоять долго. Да ну, что тебе не нравится? Сковородку можешь чуть-чуть еще смазать. Мам, я говорю, что тебе не нравится? Смажь сковородочку. Ты меня слышишь? Что не нравится тебе? Ты как будто в цирке. Все, наливай, наливай. Наливай. Тесто наливай половиночку. Половинку. Это опять много. У тебя уже не блины, а оладики какие-то. Монстры. А может, ты лучше оладики сделаешь? Нет. На оладике другое тесто. Ты уже не вытерпишь? Нет. Почему? Мне сегодня не смешно. Твой сын в первый раз готовит блинчики. От тебя должна звучаться радость, восхищение, что сын готовит. Я восхищена. Это не каша, не надо мешать. Может быть, это мой эксклюзивный способ приготовления. Это очень много. Это очень много, отливай. Вот так вот. Пойдет. Так. Все. Та шо ты цыкаешь? Почему? У меня же все хорошо получается. Какая-то свинья получилась. Какая свинья? Это типа вот это, вот это, да? Вот этот вот рот, а вот этот вот нос. Свинья в шоке. У меня подписчики, наверное, в шоке с моего смеха, потому что вы редко слышите мой смех. Ну, вот такой вот. Оставь его в покое. Это же она. Свинюшка. Это она. Ну, хорошо. Пусть бы это она. Он – это свинья. Кабан. Он. Вот такие блины у нас получились. Я думаю... А! Ты шо сковородку двигаешь? Я че... Фух. Чуть не обжегся. Вот такие блины у нас получились с мамой. Ну, мамин там первый. Вот такие у меня получились. Мой первый раз. Я думаю, для первого раза хорошо. А как там заканчивает малышева? Жить здорово. Ну, и нам что-то было с вами хорошо. Пусть и вам будет здорово. С нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой инстаграм. Там я выкладываю вообще всё о своей жизни. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока.